Добрый день! Как обычно в это время в программе Вдоле мы рассказываем вам о женщинах в бизнесе. Бизнесы бывают разные, бывает нефтянка, как на прошлой неделе, бывают банки, телекоммуникационные компании и прочее, прочее. Женщины завелись уже в любом виде бизнеса, но есть уникальные женщины, которые придумывают себе дело сами. И такой человек сегодня у нас в студии, Мария Гальперина, основатель компании Bright People. Привет, Маша! Доброе утро! Напомню сразу, 65 10 99 6 наш московский телефон, у нас есть сайт финам.фм, заходите на страничку программы Вдоле, делитесь впечатлениями, задавайте вопросы, потому что то, чем занимается Маша... Вот это не трогай, это микрофон, да. Смотри, если хочешь, если тебе плохо слышно или неудобно, ты его просто вот так... Не, меня слышно. Тебя слышно прекрасно, все. Да, так вот, вам, наверное, будет особенно интересно, дорогие москвичи и гости столицы, сегодня наш разговор послушать, потому что Маша придумала такое дело, которое касается всех и каждого, кто так или иначе оказывается в эти дни в Москве. Расскажи, пожалуйста, кто такие яркие люди, Bright People? Яркие люди — это моя компания маркетинговая, которая занимается в первую очередь крупными городскими мероприятиями семейного формата и всем, что связано с детьми, в первую очередь с дополнительным образованием детей, разработкой концепции развлекательно-образовательных центров и изучением того, как можно интересно обучать детей в игровом формате. Ну, казалось бы, по большому счету, в этом сегменте уже и так существует какое-то гигантское немыслимое количество предложений, с одной стороны, с другой стороны, все равно некуда пойти и нечем заняться. Чем то, что вы делаете, вот принципиально отличается от уже существующих, там, я не знаю, детских каких-то комплексов, мероприятий, праздников, фестивалей, там, не знаю, мастерских, которые уже есть в городе? Ну, наш фестиваль, он не конкурирует, он объединяет все эти студии, детские центры, и он показывает москвичам в одном месте в один день все, весь спектр услуг, связанных в первую очередь с творческим образованием для детей. Все, что касается новых подходов, талантливых педагогов, новых музеев и музеев, которые уже давным-давно существуют в Москве, но которые представляют для детей интересные какие-то интерактивные инсталляции. Ну, то есть это что такое? Это в большей степени рассчитано на родителей, чтобы они выбирали для своих детей уже потом, что им интересно? Или это именно такие вот прям детские активности? Берешь ребенка за руку, приводишь и погружаешься в мир каких-то вообще удивительных, сказочных историй? Ну, это рассчитано именно на всю семью, потому что идея этого фестиваля родилась именно на другом фестивале, который я обожаю, на котором ты тоже всегда участвуешь, джазовый. Когда очень часто на фестивалях противоречия. Есть детская площадка, она отдельно. Есть другая программа, которая хочет взрослая, она всегда отдельно. И одних хотят в одно место, другие совсем в другое. А здесь все рассчитано именно для всей семьи. То есть в студиях, поскольку это все-таки улица, это формат, который предполагает какие-то другие формы взаимодействия с детьми. И все рассчитано на крупные формы, на создание арт-объектов, инсталляций, которые пойдут в шествие карнавальных костюмах. И здесь без участия родителей не обойтись, потому что как минимум их надо толкать. Это все достаточно весомые все истории. Ну, то есть это всегда open-air, да, это всегда открытая площадка, поэтому это летний фестиваль. Это летний фестиваль, да. Мы работаем с детскими студиями в течение года и привлекаем их к разным городским мероприятиям. Да, но это такой основной фестиваль, где принимают участие, ну, в этом году там более 80 студий разных-разных-разных. Ну, расскажи, пожалуйста, подробнее, как и где, чего вообще происходит. То есть это происходит в центре города, в одном месте или это много разных площадок в пределах, там, не знаю, Садового кольца? Это огромная территория, но она вся в одном месте, ее, то есть можно обойти. Это цветной бульвар. На цветном бульваре в разных его местах, вот, в творческие студии. Прямо на самом бульваре? На самом бульваре. И у нас будет еще перекрыта одна сторона бульвара, на которой будет шествие, и на которой на здании Московского кредитного банка будут выступать хедлайнеры. Наша французская труппа, они, слава богу, вчера получили визы, и к нам сегодня уже прилетают, и завтра будут репетировать это шоу на здании, которое будет три раза в течение дня происходить, на отвесной стене здания. Ничего себе! То есть это какое-то цирковое акробатическое шоу? Ну, это вот, знаешь, современный формат, когда совмещено цирк и театр. И это драматургия, это такой танец на стене, это так и называется, волданс. Сумасаячим. Они подвешены на тросах, в костюмах делают такие три композиции. С особой какой-то подсветкой, наверное, еще с игрой. Ну, вечером подсветка, днем подсветка ничего не дает, но да, это все специально. Так, значит, понятно, вечером все это дело венчает карнавальное шествие с костюмами, которые дети с родителями сделают в течение дня, да? Ну, смотри, у нас все рассчитано именно на то, что родители с ребенком, они очень долго на фестивале быть не могут. Поэтому у нас все сделано так, чтобы в любой момент, как не попал человек на фестиваль, он увидел максимум интересного. У нас шествий пять в течение дня. То есть у нас дети приходят, они делают, ну или не делают, если не хотят костюмы и что-то. Потом идет шествие, там три раза на цветном, два раза на цветном. А кто участвует в шествии? Дети с родителями или тоже какая-то специальная труппа? У нас, вот это моя гордость этого фестиваля, мы привлекли все лучшие уличные театры Москвы. К нам едет уличный театр куклы господина Пежо, который все очень любят из Питера. Едут еще из Белоруссии, из Испании разные театры. И они все в течение всего дня присутствуют с нами. Они обживают театральное свое пространство, у каждого свое пространство на цветном и на неглинной улице. И мы готовим, вот сейчас финальный этап, готовим специальные декорации. И у нас основной акцент это арт-объекты на колесах. То есть все театры, они готовят еще свои объекты на колесах, которые идут потом все вместе в шествии. Шествие это такой объединяющий, очень сильный эмоциональный момент. А шествие под какую-то музыку тоже? Да, у нас помимо этого, у нас еще уличные музыканты будут на всей территории фестиваля. И разные оркестры, барабаны, которые сопровождают это шествие музыкально. Так, а ты говоришь еще о том, что будут детские мастерские. Это будут только мастерские по подготовке костюмов, не знаю, какой-то изобразительного искусства или что-то будет большее. Может быть, театральные какие-то? Нет, это будет, да, это будет все. Во-первых, все наши театральные студии, да, они работают целый день с детьми. Там очень много интерактива. Есть целая одна площадка, которая отделена на научно-экспериментальные все физико-химические истории. То есть это экспериментаниум интерактивный музей, который мы все любим. Политехнический музей, Тимирязевский музей. У нас там отдельно есть еврейский музей толерантности. То есть еще представлены музеи. То есть это получается такой театрально-художественно-творческий научно-популярный детский фестиваль, даже семейный фестиваль. У меня голова кругом уже идет. Подожди, это происходит в эти выходные? Да, это происходит в это воскресенье. В один день? В воскресенье вы вместите такое количество активностей для всех с какого часа? С 12 дня до 11 вечера. А там вход будет свободный? Вход свободный для всех, да. А как? Там же, наверное, народу будет ужас как много. Ну, ты знаешь, я не думаю, что народу будет ужас как много. Почему? Потому что 50 тысяч квадратных метров, и в принципе, заполнить народом очень сложно. Во-вторых, когда столько активности одновременно, мы специально все рассредоточили. То есть, если мы берем 80 точек детских всех историй, там еще и будут активности с вело тоже темы, то есть там можно будет и подвигаться, потому что все дети, вне зависимости от того, насколько они творческие, сосредоточены и так далее, им все равно нужно выплеснуть энергию, побеситься. То есть, у нас еще много зон этому тоже посвящены. То есть, и зона физической культуры тоже присутствует? Ну, это очень красивое название. У нас две, да. У нас и на Неглины, и на Цветов бульваре. Можно будет взять и покататься на всем, что имеет два колеса, совершенно разных форм и размеров. Вот, представлены там Ростобайки. Это люди, которые тоже творчески как-то оформляют свой транспорт, велотему. И поскольку все театры делают свои все истории одновременно, то зрители просто будут везде-везде. Еще отдельно Столешников переулок. Там у нас арт-инсталляции выпускников и студентов вузов творческих, которые делают свои инсталляции на тему «Москва. Город ярких людей». Это очень вольная история. Но мы им отдаем это пространство. У нас в студии основатель компании Bright People, вдохновитель и, как ты, президент фестиваля? Как это называется? Организатор. Организатор фестиваля «Яркие люди» Мария Гальперина. Ну, до новостей Маша вкратце описала грандиозный масштаб вообще мероприятия, которое в это воскресенье состоится в Москве. Действительно, люди, которые любят там, ну, что хотите, театр, музыка, физкультура, наука, живопись, инсталляции, современное искусство, любые виды творчества, и во всем этом можно участвовать с детьми. Слушай, а пришлось как-то специально адаптировать вообще всех мус, призывать к тому, чтобы адаптировать все эти активности именно для семейного такого, ну, творчества, да, потому что там та же наука, она может быть интересна там папе, но чтобы она еще была интересна мальчику восьми лет, это же как-то надо, какой-то специальный подход. Вот. У нас так само собой получается, как я вывела для себя, да, что качественный контент, он интересен, в принципе, действительно любому возрасту. И есть определенные виды искусства, у которых нет вообще никаких возрастных ограничений. То есть уличное искусство театральное, оно вот такое по своей сути, оно безумно атмосферное, оно находит эмоциональный отклик в абсолютно любом возрасте. А сами музеи и сами участники, они же очень много работают над тем, чтобы тоже быть интересными, чтобы взаимодействовать, потому что сейчас же наше поколение с тобой людей, они все же думают о том, как заинтересовать детей, куда их отдать, куда их повезти в выходные. И проблема досуга очень остро стоит в Москве. И поэтому сейчас поколение социально активных людей, которые сами тоже над этим работают, создают студии и находят эти форматы. И я безумно счастливый человек, что я этих людей нашла, что они где-то вокруг нас, и что они хотят, что они профессионально это делают и действуют. Но все ведь начиналось несколько иначе, и в твоей судьбе ничего не предвещало того, что рано или поздно ты вдруг окажешься зачинателем и центром такого масштабного движения. У тебя какое образование? Филологическое. Ты по образованию филолог. И насколько я помню, открою секрет, мы с Машей очень давно знакомы, но последние 10 лет, что я тебя знаю, ты занималась ивентами, пиаром, маркетинговыми всякими технологиями. Ты работала на дядю, и у тебя не было собственной компании? Не было. Что случилось, что тебе вдруг захотелось в свой бизнес? Когда родились дети, и была некоторая пауза еще связанная с кризисом, когда у всех клиентов не стало денег что-либо делать, я начала очень серьезно думать о том, что же делать, потому что одно дело, ты делаешь какие-то компании, мероприятия для клиентов, которым нужно выпустить на рынок продукты. И это тоже интересно. Но ты выполняешь чисто их задачи, упаковать красиво и продать этот продукт. Ты предоставляешь сервисные услуги. Другое дело, ты понимаешь, что нужно тебе, твоей семье, твоим детям и городу, в котором ты живешь. И сам придумываешь идею, сам ее создаешь, находишь деньги, и ее реализуешь. И ты реализуешь ее для города. И совершенно другая эмоциональная отдача. Потому что когда ты видишь, на нашем прошлом фестивале, там было 65 тысяч человек, когда ты видишь счастливые лица, ты видишь улыбки, ты знаешь отклики студии, которые говорили на этой пресс-конференции, посвященной этому году, что они сразу согласились на этот год, потому что отдача была, был очень... Позитивный резонанс. И контакт с их целевой аудиторией. И потом еще, ну так совпало, это действительно случайно совпало, что родилась идея, и новое правительство, Департамент по культуре Москвы, под руководством прекрасного человека, Сергея Александровича Капкова, который действительно просто человек дела. И им тоже, они в этот же момент занялись вот этой сферой. И сферой дополнительного образования, и сферой улучшения досуга, и сферой парковых мероприятий, улучшения парков вообще. И мы абсолютно случайно вот здесь совпали. Попали в тренд. Мы совпали, то есть мы уже занимаемся еще и разными мероприятиями для города. Ну подожди, подожди. Это тоже ужасно интересно, как вам удалось вообще найти общий язык с московским правительством и с чиновниками. Это, наверное, вообще отдельное искусство или какое-то везение. Но вот сидит Маша Гальперина, у нее двое очаровательных дочерей. Работы особо интересной нету. Хотя ты работала в классной компании. Нет, она была интересная. Она была интересная, но тогда этого было недостаточно. Вот кризис, вот клиенты не приходят. Что, как вообще? Ну хорошо, у меня тоже могут возникать какие-то глобальные идеи, но я не чувствую в себе потенциал встать и пойти что-то сделать. Куда бежать, что делать, с чего начинать? Как ты стала это строить? Ну, я вообще, конечно, идея, бизнес-идея была блога. Из них пять тысяч абсолютно бредовых, и мои все друзья говорили все ваше. Первая идея была эта, вот сделать вот этот фестиваль, сделать проект, интернет-проект. У нас же сайт, который в течение всего года тоже существует, и заняться именно этим. Потом пошла там мебель, сайт знаком, все что угодно. И моя коллега, она в какой-то момент пришла, говорит, все, хватит думать, ну, потому что три месяца я рождала идеи. Все, надо действовать. И мы в декабре месяце 2011, это совсем недавно, зарегистрировали компанию. Я за два часа придумала, как она называется. Яркие люди. Яркие люди, да. Потом следующий этап был очень быстрое написание этой концепции. И я поняла, что это название подходит и под фестиваль. Потому что это, ну, такая наша миссия, да, открыть для детей что-то интересное, чем-то их заразить, чтобы они выросли яркими, неординарными людьми. Потому что если у тебя есть хобби в жизни, ты потом решаешь любые задачи, любые бизнес-задачи тоже нестандартные, и тебе интересно жить. И потом вот так вот счастливо сложилось, в это можно не поверить, но это действительно так. Это был единственный первый холодный звонок в московский кредитный банк, у которого было 20-летие, который назначили с нами встречу. Они просто не знали, как справить свое 20-летие. Подожди, подожди, подожди. То есть ты вот так посмотрела, и так, календарь. Значит, там, не знаю, Кирилла Мефодий, Афанасий Мокрый, День жестянщика, 20 лет московского кредитного банка. О, наш так, что ли, так и было? Куда ты узнала, что у них юбилей? Нет, мы просто начали действовать, с января месяца. И мы стали набирать клиентскую базу. Это первое, что делает любое агентство. И этот проект был написан. Но помимо этого, я же никогда не думала, что сразу на меня свалится финансирование. Я думала, что надо сейчас набрать клиентов, начать делать какие-то простые вещи, и потом сложится фестиваль. И мы разрабатывали концепцию их 20-летия для сотрудников. А, то есть это просто был один из таких корпоративных проектов? Должно было бы быть. Но я им сказала, а есть еще социальный проект, а есть еще возможность сделать не для банка, а сделать для города. И получилось, что они тоже об этом как думали. И владелец банка, у него 23 усыновленных ребенка. Это его тема. И у президента банка уже тоже есть усыновленный ребенок. И они очень серьезно занимаются вопросами образования, детей. И они сразу пошли к нам на встречу, несмотря на то, что это новая компания, что мы только начинали. И сразу получилось вот такое очень продуктивное сотрудничество, потому что они очень нам доверились в творческом ключе. Они нам исключительно помогли во всем, потому что в первый год мы привезли всех артистов, о которых я мечтала в течение 10 лет, которых я видела там на Полунинске Олимпиады, которые не приезжали никогда в Москву, которые просто я собирала в голове. И все это стало возможным. Подожди. И все это, в принципе, для банка улеглось в бюджет 20-летия, который они готовы были потратить на юбилей компании для сотрудников? Ну, я думаю, что в процессе этот бюджет вырос. Собака могла подрасти. Но им было абсолютно не жалко. То есть это они решили это сделать, поскольку это было достаточно, ну, не достаточно, это было очень масштабное. И в этом году банк тоже остается с вами, является главным источником финансирования. В этом году дальше история развивается, счастливая история развивается в том, что на фестиваль пришли очень много чиновников. Мы их специально не звали. Да ладно? Да, да, департамент по семейной политике, мэрия там, все-все-все. По идее, это должна была быть очень такая опасная тема, что они вот все пришли незваные, водили там жалом, смотрели, что как-что, где вы там рухнете, за что вас можно прижать. И всем понравилось. И многие позвонили и рассказали Капкову, причем мы сами, это ничего не происходило. И так получилось, что просто действительно им это понравилось. То есть Капков вам уже сам позвонил? Нет, не Капков сам позвонил. Ну понятно, я имею в виду его помощники, то есть его департамент. Потом нам поручили делать там карнавал на день города, и потом уже вот связалось это долгосрочное сотрудничество с департаментом по культуре, и в этом году они нас тоже финансируют. У нас бюджет поделился между двумя институциями, между департаментом по культуре, который же в этом году организовал вот серию фестивалей «Лучший город земли», и мы входим в эту серию фестивалей, которые проводятся всего летом. Скажи, пожалуйста, а они что-то требовали взамен за вот это самое финансирование, соблюдать, я не знаю, какие-то условия соблюдать? Четыре раза упомянуть департамент в течение дня со сцены? Я не знаю, ну что-то. Потому что у меня, и, наверное, у многих обывателей, таких людей с этим не связанных, есть некое такое предвзятое отношение к чиновнику, что этот человек обязательно, если он тебе что-то даст, то он обязательно за это еще с тебя три шкуры сдерет и потребует свое и возьмет. Мне очень нравится работать с департаментом, потому что главное в проекте это именно цельность творческого замысла. А вот что Маша имеет в виду под этим сложным словосочетанием, мы расскажем вам после новостей. Оставайтесь вдоль и на финале. У нас Мария Гальперина в студии. Сегодня вдоль и основатель компании Bright People и организатор фестиваля Яркие люди, который пройдет в это воскресенье в Москве, Мария Гальперина. И мы продолжаем вам рассказывать удивительную историю того, что не бывает на самом деле совпадений в этой жизни. Все не случайно. И то, что идея сделать в городе какой-то уникальный семейный фестиваль совпала с потребностями департамента по культуре города в этом и огромным желанием горожан как-то разнообразить свой досуг, это, конечно, наверное, кто-то может сказать, вот повезло. Я считаю, что это как раз, это и называется правильный бизнес. Но все-таки, значит, ты сказала, что у департамента культуры и образования Москвы был огромный запрос на то, чтобы как-то чего-то в городе такое сделать. И поэтому, и они вас финансируют, ничего не требуя взамен. Они, конечно же, на площадке будет брендинг, потому что эту тему и очень нужно сейчас развивать, потому что действительно очень многие москвичи не знают, что такие изменения есть, что люди, которые умеют, хотят что-то делать, они могут прийти и получить помощь в своем проекте, связанном с социальными сферами. Погоди, погоди, погоди. То есть это не просто фестиваль, где все развлекаются, это еще и возможность для людей, у которых есть какие-то свои творческие идеи, прийти эти идеи реализовать, если они интересны? Нет, нет, нет. Я вообще говорю про взаимодействие департамента с городом, что департамент сейчас очень старается и делает очень качественные мероприятия, начиная там с прошлого дня города, который был другим. И у нас вот мы делали там тоже зимние какие-то новогодние активности, творческие в парках, несмотря там на минус 22 и так далее. То есть и выходные сейчас очень симпатичные мероприятия, и в парках сейчас много всего интересного. То есть у нас жизнь вокруг меняется в лучшую сторону. Началось это с парка культуры, где там все изменилось, и сейчас другие парки. И поэтому, если у людей есть правильное видение, есть идеи, есть возможность это делать, то здесь можно найти. Можно следовать по вашему пути и как-то продолжать. Вполне, да. Скажи, я так понимаю, что сейчас твоя компания в плане мероприятий в основном обслуживает этот фестиваль, и какие-то городские мероприятия, тоже связанные с семейным досугом. У нас вот два основных направления. Одно направление действительно это. Мы работаем и с департаментом, и с разными парками московскими. А второе направление тоже для меня крайне интересное. Мы разрабатываем концепции образовательно-развлекательных центров, которые будут открываться по всей стране. Ух ты! Это тоже на государственном уровне? Нет, это частный инвестор. Подожди, подожди, как интересно. То есть это будет какая-то такая сеть, типа магазин «Кораблик», только развлекательный цирк? Нет, нет, это будет сеть, типа, может быть, города-профессии где-то, но совершенно другой. Пока это разработки. Пока секрет. Но это связано с дополнительным образованием? Это связано с дополнительным образованием. Это связано все с той сферой, как ребенок в игровой форме может получать интересные знания. Скажи, пожалуйста, а этого инвестора вы тоже нашли в процессе подготовки корпоративов? Или он уже сам к вам зашел? Он нам позвонил, поскольку он был на нашем первом фестивале. Ему очень понравилась атмосфера, формат, и он нас привлек к своему проекту. Но тогда вам придется иметь дело с Минобразованием вообще, нет? Нет, развлекательные центры — это другая история. То есть вам не надо будет погружаться во все эти стандарты, СанПИНы и прочее? Нет, вот эти все нормы, конечно, они соблюдаются, но сам развлекательный формат, он не должен быть согласован с технологией образования. Но ты в этом деле выступаешь по-прежнему как организатор и маркетолог. Да. То есть ты пока не хочешь что-нибудь совсем такое отдельно свое возглавить, какой-то бизнес уже непосредственно связанный с детьми? Я должна, ну вот еще немножко времени, нашей компании меньше чем два года, я только на старте, но, скорее всего, у нас есть тоже идея создания какого-то своего такого центра. Но история в том, что, с одной стороны, это дико востребовано, это всем понятно, что есть дефицит по сравнению с Европой, мы очень-очень серьезно отстаем, а с другой стороны, это не очень пока рентабельно. Никто не хочет платить за это деньги? Ну вот все студии, очень много творческих людей, правильных людей, но это все держится на их энергии, на их желания, на их воле, потому что в нашем государстве еще не так развито частное государственное партнерство, когда есть социальные сферы, в которые государство тоже вкладывает деньги совместно с предпринимателями. Ну или хотя бы делает какие-то льготы, налоговые, не знаю, предоставляет какие-то свои помещения для этого хотя бы, да? То есть, вот, кстати, это интересная тема, то что я тут недавно столкнулась с одной своей подружкой, которая хочет сделать на районе детский развивающий центр, потому что, ну реально, у нас там центр города, не спальный район, ну ничего нет вообще, или там есть, но очень в таком зачастливом состоянии. И не пробиться в департамент. Ну то есть пробиться, но как-то вот там пришли, да, поговорили, да, вы молодцы, дерзаете, но там ничего не предложено, никакой помощи, никакой поддержки. Это что, это отсутствие просто культуры или такая политика? Нет, это просто до всего не могут одновременно дойти руки, но я знаю вот людей, которым предлагается сейчас делать много в инфраструктуре парков, там открывать центры, потому что они там нужны, поскольку парки нуждаются сейчас в реновации. и просто когда, наверное, так я скажу, когда команда, вот новая команда видит, что человек действительно мощный, профессиональный, и за его плечами есть уже реализованные проекты, он идет к нему навстречу. Ну, просто это не всегда сейчас расстраивается, не всегда получается. Скажи, пожалуйста, вот все, что сейчас происходит с фестивалем «Яркие люди», это предел, это вот, это уже максимум того, что вы достигли, или у тебя там, у тебя есть планы, как-то это все вообще раздвинуть, расширить, добавить туда каких-то еще героев, участников, может быть, концерты уже какие-то делать? Мне очень, что хочется. Первое, конечно, мы хотим провести этот фестиваль по регионам, поскольку эта тема, она нужна и важна не только в Москве, и мы уже закидываем удочки в разные города. А потом, то, что мне кажется, важно для города, это именно создание для всех нас нового качественного контента. И мне хочется, в этом году уже получилось то, что на фестивале состоятся там 10 премьерных спектаклей, и специально мы делаем декорации, делаем объекты на колесах, которые будут участвовать и в самих шествиях, и в театрализованных постановках. Но это не предел, потому что у нас очень мало качественных групп, которые бы выступали музыкально для детей. Наших российских. Ну, наших российских, но для детей, да, когда отсматриваешь, очень мало режиссёров детских, которые с детьми ставят качественные какие-то интересные постановки. Я не знаю, как ты, но вот когда я хожу в детский сад смотреть на эти представления детские... Ну, я роняю скупу слезу. Ну, это как-то, ну, это традицион, слушай, нет, это дань. Да, и с 76-го года. Ну, это ностальгия. Не, ну, вот я уверена в том, что это очень нужно развивать. Все сейчас дома культуры, да, которые занимаются детьми, они все у меня просят, дайте нам режиссёров, нам нужны режиссёры. И я думаю, что нам нужно это всё и находить, и создавать, и творческие какие-то объединения, хотя бы на время, которые вот всю эту историю поднимут. Ну, а ты мне скажи вообще, как вот выглядит подготовка этого фестиваля там в течение года? То есть ты сама занимаешься и отсмотром, подбором артистов, и созданием концепта. И у тебя вообще какая команда? У меня команда, есть творческая команда, которая не сидит со мной в офисе, но мы постоянно на связи. Это молодые современные режиссёры, которые там работают в театре Мирхольда, в театре ДОК, в других там интересных театрах. И они всё время мне рассказывают и говорят, да, куда ходить, что смотреть. Актёры, которые тоже очень много выдают идей, на мини каких-то наших парковых мероприятиях мы тоже отрабатываем какие-то формы, какие-то спектакли смотрим. Сколько вот у вас мероприятий проходит, ну, не знаю, в месяц, в год? Ну, я думаю, что, ну, не знаю, наверное, где-то порядка двадцати. В месяц? Ну, не так много. Нет, в год. Так. И ты, в принципе, ну, у тебя твои щупальцы творческие раскинулись по всей Москве, можно сказать. Ну, пока ещё нет. Ну, ты находишься в взаимодействии с огромным количеством креативных людей. Да. Ну, это же всё как-то надо собрать воедино и прочее. Но творческие ночами не сняты эти передвижные конструкции. Нет, ну, передвижные конструкции снятся моему режиссёру главному, Юрию Муравицкого, который был крайне против этих передвижных конструкций и говорил, что это я на его голову придумываю какие-то вещи, с которыми он потом не будет знать, что делать. И он меня очень ругает за многие мои идеи. Которые сложно реализуемые. Да, которые сложно реализуемые. Но при этом это-то и есть интересная такая творческая энергия. Вызов. И это интересно театрам, потому что театры не просто там пришли, отработали, ушли. Для них это лаборатория творческая. Они знают, что они могут что-то новое показать, сделать. Они там рисуют мне эскизы этих рыб на колёсах. И мне само безумно интересно в воскресенье это увидеть. Потому что я это всё на словах, в эскизах. Там у кого-то откуда-то будет литься вода. В картоне, но это известные люди. Они нам готовят семь огромных конструкций. Вот вчера мы думали, как мы их вообще будем вывозить, где они встретятся с шествием. То есть каждый элемент это особая история. Ну, а если тебе режиссёр говорит, Маша, это прекрасная идея, но мы не сможем этого сделать. Это нереализуемо. Что ты делаешь? Увольняешь режиссёра? Нет. Или всё-таки... Режиссёры уже поняли, что со мной ничего не поделаешь. Свою безумную фантазию ему придётся реализовать. Да, что придётся. Ну, и мы всё равно находим какие-то решения. Скажи, пожалуйста, наверное, у многих москвичей, которые готовы там, у гостей прийти к вам с детьми, возникают вопросы о том, как будет организована там инфраструктура. Что покушать, что попить. Вопросы безопасности. Да даже куда ребёнка в кустики сводить, это всё тоже очень актуально. Всё-таки центр города. А, с кустиками там... Нет, у нас, конечно же, есть туалеты, есть дополнительные точки питания, много точек с водой, зоны для отдыха. У нас есть одна тихая зона, где можно даже поваляться на гамаках. Мы всё... Мы понимаем, что главное для людей это комфорт, поэтому всё, что с этим связано, это всё предусмотрено. Но приехать лучше всё-таки общественным транспортом, наверное, да? А, ну, мы же не весь город, к счастью, для города перекрываем. У нас будет перекрыта только неглинная улица и одна часть цветного бульвара. Парковаться-то, я думаю, будет не так просто. Но в воскресенье-то город не работает, поэтому, в принципе, если подъехать со стороны Кольца Садового, там можно много где встать. И со стороны Петровки. Ну, в общем, поскольку территория фестиваля большая, попасть на него можно, начиная с любого места. А что в Столешниковом переулке будет? Там тоже будет интересно с детьми? Ну, Столешников переулок это больше для взрослой аудитории. Об этом чуть подробнее после новостей. Оставайтесь в доле. Сегодня в доле Мария Гальперина, основатель компании Bright People, яркие люди, организатор фестиваля грандиозного семейного, который в эти выходные, в воскресенье будет проходить в центре Москвы. Ну, вот смотри, фестиваль идет один день, а весь остальной год. Что с ним происходит? Что происходит с идеей, с сайтом вашим, вообще с компанией Bright People? Ну, компания, я уже говорила, делать маленькие мероприятия. Делает, ну, маленькие и не совсем маленькие, потому что, например, новогодние активности в городе и сами новогодние концерты в шести парках одновременно, это более ста тысяч человек присутствовало. Это не так, чтобы очень маленькие. Вот, с сайтом, вот все-таки, когда ты чем-то умеешь заниматься, и когда ты размахиваешься на много разного, но это часто не получается. В частности, мы думали, что у нас будет великое будущее в интернете, да, может быть, оно и, конечно, будет, но это не самое удачное. Что ты имеешь в виду? Какой-то интерактивный? Нет, оказалось, что чтобы сделать очень масштабный ресурс, интернет, нужно к этому привлекать много народу и тратить очень много усилий, очень много времени. И тот портал, который нами задуман, мы надеемся, что мы его сделаем. Но пока эта идея в полной мере не реализована, потому что я уверена в том, что родителям всем нужен навигатор по тому, что делать с детьми, потому что мало кто понимает, что такое Монте-Сори. Например, многие знают это слово, многие не знают еще там сто других слов, связанных с образованием. Никто не понимает, то ли это, что пишется там на каких-то сайтах или в каких-то объявлениях, что делают с детьми? То есть очень много систем существует образования, воспитания и прочее, но когда реально, кажется, родитель остается один на один за своим чадом, это правда. И у нас до сих пор 70% россиян считают, что бить ребенка и телесно его наказывать это отличный способ воспитания. Это вообще как бы, ну такая, то есть вы хотите так глубоко копнуть? Но мы хотим так глубоко, потому что есть проблемы вот воспитательные, которые ты говоришь, их очень много, потому что, ну, все время на улице слышишь крайне неуважительное общение с детьми. Да. Потому что вот эти все центры, они же тоже про правильное общение с ребенком на равных, про восприятие его как очень... Да, целостной личности. Потому что когда вот этот интегрированный идет процесс, который мне очень нравится, когда ребенку учат писать сценарии, формулировать правильно, создавать декорации, тут же петь и тут же быть актером, это все единая история, это единый урок, вот тогда это работает. И когда... Ведь бить — это одно, это мы видим. А другое дело, человек приходит на урок рисования, его, оказывается, дико закрепощают. То есть первое, что мне сказал ребенок в три года, когда я сказала, давай порисуем, она говорит, а я не умею. Я не умею рисовать, я не умею то. То есть это тоже делают педагоги. Они сразу вселяют безумную неуверенность в ребенка и сразу отрезают правильное развитие там фантазии и всего чего. То есть вы хотите создать некий виртуальный ресурс, на котором родители могли бы получать информацию о том, как этого избежать, да? Ну, конечно, но хочется, чтобы они раз в год, может быть, там два раза в год, если у нас получится, приходили на наш фестиваль и все видели воочию, как работают эти педагоги, как это может быть интересно, потому что, не знаю, как у тебя, у меня вот есть проблема, да, у тебя есть, например, полчаса с ребенком, час с ребенком и как его правильно организовать, что можно сделать, чтобы каждые 15 минут поменять активность, там сделать что-то, не знаю, ну, как твоя подруга, три игры в айпэйзе. И все проблемы решены. Но надо-то его увлечь другим, чтобы он и порисовал, и посчитал что-то там в уме, и при этом что-то и сконструировал и так далее. И тоже, если у тебя нету подсказок, а у тебя может быть подсказка осень, там ты понимаешь, что у тебя там есть желуди, листья, то-то-то, и тут и цветовая гамма, тут развивается все, что угодно. И если это иметь в голове, иметь весь этот материал, ты там что-то распечатал, подсмотрел, и ты уже, главное же, что и, главное, чтобы родителям тоже было интересно, потому что тебе очень сложно проводить время с ребёнком, когда тебе скучно. Ну, в общем, да. А тебе скучно, потому что ты сидишь, ребёнок там возит свою машинку, ты думаешь, ты лезешь в Фейсбук, да, в этот момент, и общения нет. Это ужасно, но это классический день, и мой в том числе, и многих моих знакомых. потому что я же над собой тоже работаю, потому что мне интересно там заниматься творческими вещами. Когда я оказываюсь с детьми, если я не подготовлена, то у меня не получается правильного взаимодействия. То есть мне действительно нужно себя заставить, придумать, что с ними делать, чтобы это сработало. А тут ты набираешь там brightpeople.ru, и чем мы сегодня заняться с детьми? Сварите суп. Но в идеале, да, это мы к этому стремимся. Расскажи немножко о своей семье. Я так понимаю, что вообще на всю эту безумную активность тебя вдохновили твои две дочери. Да. Сколько им? Им три, сейчас будет и пять с половиной. Они участвуют во всех этих творческих твоих замыслах? Ты выгуливаешь их на этом фестивале? Конечно, нет. Они, во-первых, помнят про мой фестиваль. Они все время пересматривают ролик о фестивале. Я на них тестирую, что им запоминается, что там самое яркое, интересное для них. И они играют в фестиваль. Они там тоже звонят и договариваются. Они, да, моя целевая аудитория, на которой я проверяю какие-то вещи. Ну, а я знаю еще, что твой муж достаточно серьезный бизнесмен, финансист. Как он отнесся к твоим идеям? Поддерживает ли он тебя? Чем бы тебя не тешилось? Он смирился. Я думаю, что нет мужей, которые бы нравились занятые жены. Такого, в принципе, не бывает. Но просто так получается, что у него в жизни тоже очень много активности, и деловой в том числе, людей, переговоров. Поэтому ему, он понял, что ему лучше видеть счастливую жену, которая занята своим делом, чем недовольную, которая все равно сидит дома одна с детьми и начинает его пилить по приходу. А тебе удается его вытащить тоже? Он увидел вообще, каких масштабов ты достигла? Да, да. Но я думаю, я уверена, что он на мной все-таки гордится, потому что это стоит огромных усилий. Но это действительно отнимает у тебя огромное количество времени? Или все-таки такая, ну, основная истерика, она вокруг этого дня, там, за месяц до и месяц после, может быть. А так, в течение года, ты можешь себе позволить, там, как говорила моя любимая по царству небесной, любовь Полищука, работать мало и в охотку. Ну, пока не получается мало работать. Я к этому стремлюсь, я пытаюсь организовать процесс так, чтобы работать мало, но в результате мы и мой партнер, с которым мы вместе открыли эту компанию, Ольга Мунтиан, мы в результате приходим первыми, уходим последними, все время сидим, смотрим друг на друга и думаем, что мы делаем не так, почему, действительно, пока еще, наверное, в начальной стадии развития компании, это нормальная история. А у вас мальчики есть в компании? Потому что это все выглядит, как очень такой женский бизнес, очень женское дело. Нет, у нас есть, у нас есть мальчиков, сейчас их целых пять. А это креативные какие-то ребята? Ну, у нас же не только креатив, у нас есть и поиск партнеров, у нас сейчас есть очень серьезная аналитическая работа, связанная вот с разработками центров, где нужно очень серьезно думать. У нас есть технические какие-то вещи, организаторские вещи, когда очень мужчина хорош. Ну, случалось ли тебе сталкиваться с каким-то таким, ну, я не знаю, снисходительным или каким-то таким, может быть, сексистским отношением? О, девчонки пришли, понятно, что тут у вас, девчонки, детишки, детские праздники, понятно, понятно, чего вам в доме не сидится? Не бывало такого? Ну, пока что нет, поскольку мне кажется, что в бизнесе многие поняли, что женщина идеальный инструмент, потому что она может много работать, она, в принципе, очень ответственна, у нее меньше бывает перепадов, потому что, ну, смотря на сотрудников обоих полов, мужчина очень часто ему там интересно, когда ему неинтересно, то тут все. Он выключается. Он выключается. И второе, особенность, что женщина умеет много дел делать одновременно и держать в голове. Мужчина должен сделать что-то одно, потом сделать что-то второе, но совершенно просто по-другому работает мозг, ну, в основном, я не говорю, что у всех и всегда. Ну, а принято же считать, что женщины слишком эмоциональны, поэтому на них тоже не особо можно положиться, а потом они не беременеют, уходят в декрет, и это тоже большой минус. Не, ну, у женщин есть, безусловно, большой минус. Я поняла, что для меня идеал — это женщина с мужским характером, вот, но просто хорошо, что мое дело, оно предполагает эмоциональность, потому что без нее, без эмоциональной вовлеченности и без огромной любви и переживаний за этот проект, он не получился бы таким, каким он получился. Я пытаюсь максимально себя сдерживать и не позволять себе эмоциональных никаких всплесков, вот, поэтому, в общем, пока что не случалось того, что из-за того, что у нас женская команда, ну, превалирующая, то какое-то превзятое отношение окружу. Кроме свободного времени, чего тебе еще сейчас не хватает для того, чтобы вот чувствовать себя максимально реализованной? Ну, я думаю, что кроме свободного времени вот нету никаких других вещей, которых бы мне не хватало, то есть мне, конечно, сейчас не хватает каких-то навыков навыков правильного долгосрочного планирования, но, к сожалению, в нашем бизнесе сложность в том, что у всех все в последний момент, у всех все горит, и у департамента тоже все в последний момент случается, и у клиентов часто, поэтому не от нас зависит. Вот этот момент, а так я считаю, что вот с точки зрения реализованности и удовлетворенности именно результатом, все в полном порядке. То есть, ну, ты вот являешься таким ярким примером того, что женщина не просто может совмещать бизнес и семью, а сделать как бы из своей любви к детям бизнес. Да, так получилось, что это так. Скажи, пожалуйста, какие ближайшие планы после фестиваля, где можно будет еще встретиться с яркими людьми после этого воскресенья, куда готовиться нам москвичам и гостям? Москвичам и гостям можно готовиться сразу к фестивалю «Активный город», который мы тоже делаем для департамента. Это будет на День города? Нет, это будет в августе месяце, 4-5-го. В общем, передохнуть вы нам не даете. Спасибо, Мария Гальперина, яркие люди вдоль. Спасибо.